приветствую вас друзья на связи роман душкин и канал душкин объяснить сегодня у нас на повестке дня криптография и мы будем изучать очень важную тему которая называется доктрина россиньоли если вы не знаете что такое приглашаю вас прямо сейчас наливайте себе чашечку горячего какао и погнали те кто знает но все равно давайте посмотрим насколько вы хорошо знаете эту тему итак тема доктрина россиньоли так кто такой был россиньоли их было по моему двое отец и сын и вот чья это доктрина я что-то не очень помню насколько мне не изменяет память а память у меня немного того сына звали антуана россиньоль и он был служителем или даже главой черного кабинета во франции что такое черные кабинеты это организации государственной службы которые занимались периллюстрации корреспонденции то есть скрывали письма и читали что там написано и соответственно черный кабинет это была криптографическая служба государства появились они во франции черный кабинет и они стали там так называться черный кабинет а потом разошлись по всей европе название черный кабинет прижилось и кстати в российской империи тоже были свои черные кабинеты которые занимались тем же самым то есть скрывали письма читали что там написано если в письмах были какие-то шифровки они расшифровали пытались расшифровать и вот собственно кто-то из раз из рассиньоли отец или сын по моему отец придумал такую доктрин доктрин очень простая речь не идет о таком понятии как время расшифровки я держал планшет криво поэтому буквы криво ходили так время расшифровки соответственно время расшифровки это обозначаем большой буквы т и допустим обозначим буквой то маленькой греческой буквы то время актуальность информации и собственно доктрина россиньоли говорит об одном очень простом соотношении как ты соотносится стал соответственно если ты много больше чем то то можно споль использовать простой шифр если ты меньше чем то нужно использовать сложный шип собственно вот и вся доктрина теперь простыми словами о чем она вообще говорит ну смотрите дело в том что к этим двум временам еще можно добавить еще одно еще один параметр который называется допустим сигма стоимость шифрование расшифровки и вот этот параметр он очень как бы его тоже можно перевести в те же самые единицы что и время то есть тех же самых единицах может измерять так вот иногда с вот это сигма она может быть очень большой очень большая для сложных шифров и что получается что с может быть больше чем то вот когда у нас появляется вот такая ситуация когда время расшифровки больше чем время актуальность информации смысл зашифровывать сообщения теряется то есть мы расшифровывать будем дольше чем информация нам нужно когда такое может появиться когда ведутся какие-то быстрые оперативные действия например война фронт на фронте нужно быстро получать зашифрованные сообщения быстро их расшифровывать и принимать решение на основе этого и собственно после того как шифровка расшифрована смысла хранить ее нету она теряет свою актуальность то есть вот командир принимает шифра послания расшифровывает его и принимает решение в бою после этого когда решение уже принято все актуальность информации теряется даже если эта информация попадет в врагу решение уже реализовано да то есть вот речь об этом а с другой стороны у нас есть допустим дипломатическая переписка дипломатическая переписка которая также должна быть зашифрованной если она попадет к врагу то это может иметь долгосрочные стратегические последствия в том числе для будущих поколений и вот здесь вот как бы рассиньоль сам говорил вот именно об этих двух как бы вещах которые лежат на чаше весов с одной стороны у нас оперативная информация для быстрого принятия решений допустим на войне да а с другой стороны у нас стратегическое хранение информации в течение поколений и эта информация не должна быть доступна тем кто может ее потенциально ею воспользоваться для ухудшения для там атаки на государство и поэтому оперативную военную информацию можно зашифровывать сравнительно простыми шифрами для того чтобы просто время расшифровки перехвата и расшифровки врагом противникам было слишком большое для того чтобы можно было принять какие-то решения сделать какие-то последствия для атакующей стороны у которого у которой мы перехватили шифровку а с другой стороны у нас есть дипломатическая креписка который даже через сотню лет если ее раскроет вражеская страна вражеская государство может привести к очень плачевным последствиям для этой страны нашего государства поэтому шифровальные системы которые должны использоваться в дипломатической переписке должны быть суперсложными супер защищенными даже если время которое используется на зашифровку и расшифровку при помощи ключа слишком большое вот то есть еще раз другими словами при быстром принятии решений мы можем использовать простые шифры главное убедиться что время расшифровки дешифровки этих простых шифров в условиях когда работает криптоаналитика у него нету ключа было больше чем время принятия решения время актуальности этой информации и в этом случае вполне например можно использовать многоалфавитные шифрозамены то есть мы можем передавать при помощи многоалфавитного шифрозамены оперативную информацию на фронт и там адъютанты или как они там называются связисты расшифровывают быстро при помощи своего ключа потому что это простая шифровальная система и даже если эту информацию перехватят и примеров применят метод косиски этот метод все равно намного дольше применяется в расшифровке ну если вручную все это делать естественно чем атакующая армия там примет какие-то решения и проведет маневры да и расшифрованное письмо уже будет не актуально информация будет не актуальна вот об этом говорит доктрина Россиньоли то есть когда мы принимаем решение о том какой шифросистемой шифровать ту или иную информацию мы должны принимать во внимание и время актуальности этой информации ну естественно в условиях когда мы пользуемся уже сегодня средствами информационно-коммуникационных технологий доктрина Россиньоли должна учитывать наличие мощных компьютеров которые многие простые системы взламывают там за секунды за мгновение поэтому конечно даже если мы хотим использовать шифровать оперативную информацию более-менее простыми шифрами то мы должны принимать во внимание что современные компьютеры могут эту простую простые шифры взломать очень быстро и время дешифровки дешифровки будет сравнимо со временем расшифровки то есть в чем разница между расшифровка и дешифровка расшифровка это когда мы используем ключ который мы знаем и расшифровываем а дешифровка криптоаналитик работает не знает ключа вот соответственно вот это надо принимать но даже сегодня есть некоторые методы шифрования которые достаточно просты и не нужно там использовать супер средства навороченные для их применения но при этом дешифровать их достаточно сложно их можно использовать именно в оперативном деле ну например это каскадное шифрование разными методами о котором мы поговорим тоже очень подробно это там шифрование на основе книги шифрование там какими-нибудь решетками кардана и так далее все это мы изучим дальше поэтому если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь по четвергам я рассматриваю криптографию все на этом все мы изучили доктрину Россиньоли она очень довольно простая и говорит о том как какие шифровальные системы применять с вами был Роман Душкин до новых встреч пока